Здравствуйте! В эфире информационный выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. Смотрите сегодня в программе. Непопулярные, но необходимые меры. Транспортные ограничения в Десногорске. Приостановлено осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту номер 2. Быть вместе в условиях опасности. Акция Десногорских волонтёров. Был создан отряд «Мы вместе», который помогает людям пожилого возраста с продуктами, лекарствами, выносим мусора и то, что им будет необходимо в данной ситуации. Коронавирус изменил график движения городских автобусов. Необходимой превентивной мерой стала отмена одного из десногорских маршрутов. В таком своём решении муниципалитет далеко не единственный. Городской транспорт – место встречи сотен и тысяч горожан любого населённого пункта. Но в условиях пандемии поездка по своим делам может закончиться больничной койкой. Вот автобус. Первый автобус за полчаса. Он набитый битком. Всего один. Вот борьба с коронавирусом. Это просто безобразие. Переполненный пассажирами автобус – привычная картина, но не в условиях действующего карантина. Это сводит на нет все меры по снижению числа больных коронавирусной инфекцией. Но всё же подавляющее большинство российских городов приняли непростое решение – движение городского транспорта изменено. В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции и на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям приостановлено осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту номер 2. Привычные маршруты изменились и в Десногорске. Автобус от городского автовокзала до деревни Кукуевки – один из трёх маршрутов Десногорска – отменён с 1 апреля. Эти крайние меры – попытка администрации и перевозчика пресечь распространение новой инфекции, случаев заболевания которой в Десногорске на данный момент нет. Надо просто перетерпеть и всё. Для всех. Независимо от того, что больной он, не больной, попался он под инфекцию, не попался. Вот надо пересидеть. Вот и всё. Вот такие мои понимания. Я бы остановил все маршруты и в Рословле, и в Десногорске. Вот такое у меня мнение. Ограничение движения автобусов до Кукуевки будет действовать до особого распоряжения. Оставшиеся городские маршруты работают по штатному расписанию. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Заложником сложной эпидемической ситуации стал без привлечения каждый житель планеты. В группе особого риска – люди старшего поколения. В разных регионах их поддерживают по-своему. А в Десногорске для этого проводится акция «Мы вместе». При любой чрезвычайной ситуации под ударом оказываются те, кто не может постоять за себя. К этой группе относятся и люди старшего поколения. Вот в условиях нового коронавируса выходить на улицу тем, кому больше 65 лет, крайне не рекомендуется. Скрасить их вынужденную самоизоляцию вызвались волонтёры. Был создан отряд «Мы вместе», который помогает людям пожилого возраста с продуктами, лекарствами, вынос мусора и то, что им будет необходимо в данной ситуации. Акция «Мы вместе» действует в Десногорске как минимум до 30 апреля. На весь Атомград 15 добровольцев, каждый из которых на расстоянии телефонного звонка. Существует единый номер телефона, где работает колл-центр, который принимает и обрабатывает звонки по всей России. Как только вы позвоните на него, вас перенаправляют, вашу заявку перенаправляют в региональный центр. И от регионального центра она уже поступает в муниципалитеты. Как известно, именно пожилые люди находятся в зоне особого риска. Коронавирусная инфекция в случае заболевания ею переносится ими крайне тяжело. Так что такая адресная помощь – это то внимание, которое особенно необходимо в такое непростое время. Как здоровиться, Октябрина Андреевна? А все так же. Все так же. Все так же, солнышко мое. То так, то так, да? Ну хорошо. Ладно, вы главное держитесь и не валите. И очень вас прошу, не покидайте дом. Если вам или вашим близким нужна помощь, то вызвать волонтеров можно по общероссийскому телефонному номеру 8 800 200 34 11. А вступить в волонтерское движение можно на сайте добровольцыроссии.рф Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ Новостной эфир продолжит новый выпуск программы «Открытая власть». Тема выпуска – заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Смотрите сегодня в 20.00 на телеканале Десна ТВ. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok